Как сделать объект в изометрии без помощи различных сеток или других ухищрений? Сегодня разберемся, как работать с инструментом 3D в трансформации. Это курсы по иллюстратору. Саня с вами. Погнали! Будем разбираться на примере машины. Сегодня я уже сделал несколько вариантов. И сейчас мы с вами пойдем с самого начала. Как обычно, создание документа и так далее. На самом деле, когда я делал вот эту машину, я вдохновлялся машиной из GTA 3. Я почему-то очень в детстве сильно нравились эти машины, не знаю почему. Если посмотреть в объектах, нажать Ctrl-Y, то у нас вообще абсолютно не похоже это ни на какую машину. То есть, тут просто что-то с чем-то. То есть, да, мы можем увидеть колеса, можем увидеть очертания, но это точно не машина, которую мы сейчас видим в изометрии, заново нажав Ctrl-Y. И как так сделать, сейчас я вам покажу. Для начала нам нужно будет создать основу, то есть основу нашей машины. Опять же, я говорю, да, я увидел так. Хотя на самом деле она выглядит чуть по-другому. Поэтому давайте сейчас при помощи инструмента перо сделаем машину. Берем инструмент перо. Это буква P на английском на клавиатуре. Учитесь уже при помощи клавиатуры работать, потому что будет очень неудобно все время кликать в панель инструментов слева. Давайте нарисуем. Отлично. Давайте выберем какой-нибудь подходящий цвет. Возьмем какой-нибудь синий. Не знаю, почему синий. Почему-то синие рыбные машины мне больше всего нравятся. Да, еще немножечко поиграл бы и... Отлично, пускай пока будет такой. Теперь настал самый интересный момент. Нам нужно зайти в эффекты, в 3D, Extrude and Bevel. Там, насколько не помню, как это на русском. И смотрим настройки. У нас появляется много настроек. Давайте сразу поставим превьюшку, чтобы видеть, как у нас будет отображаться. Сейчас пока что не очень похоже на изометрию. Но на самом деле у нас в позишнах уже есть изометрия. То есть вот изометрик Top, Left, Right, Bottom. Насколько я помню, нам нужно поставить Left. Вот, да. И теперь у нас видно то, что у нас машина в изометрии. Ну, то есть, понятное дело, если мы хотим в другом направлении ее сделать, то мы тоже можем. Top у нас получится чуть-чуть по-другому. И Bottom тоже. Поэтому мы ставим Left. Для того, чтобы сделать машину чуть-чуть пошире, она же у нас не такая узкая, нам нужно увеличить ширину. То есть мы можем нажать там на опцию, пойти, понятно, да, не такую широкую, я не знаю, там где-то. Можем вбить, естественно, клавиатуре. Я бы вбил 100. На мой взгляд будет идеально. И по факту мы уже можем нажать ОК, и у нас уже будет готова наша машина. Но я предложил подождать еще секунду и отменить это все. Для начала я вам предложу сгруппировать, чтобы у вас была целая группа. Для чего мы группируем? Для того, чтобы сейчас наложить эффект, тот же самый, на уже всю группу. То есть теперь у нас в группе будет этот эффект накладываться. Для чего мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы, когда мы сделаем фары, либо окна, либо у меня вот здесь еще есть ручка от двери, там, либо машинка, оно сразу все это будет накладываться на нашу машину. То есть если мы сейчас зайдем в нашу машину, зайдем в Appearance и отключим отображение этого 3D-шного эффекта, то мы опять же сможем увидеть нашу машину в 2D. Ну, в таком плоскости. И теперь мы сможем добавить как раз кусочек фары, там, стекло, дверь, еще что-то, допустим, надпись. Вот. Сейчас давайте как раз этим займемся. Я, наверное, немного ускорюсь, чтобы сделать бампер, там, также при помощи пера, естественно. И еще, да, сделаю фары, получается, окно, дверную ручку. Когда будете делать это, не забудьте обязательно зайти в группу двойным щелчком на вашу машину. То есть двойной щелчок, вы заходите в группу. Теперь можете здесь делать. И двойной щелчок, естественно, выйти из группы. Сейчас ускоряю видео и буду делать бамперы. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично. Теперь как раз включим в Appearance 3D. И, как вы видите, у нас уже часть машины есть с окном, с бампером. Да, вот тут у нас чуть-чуть продолжилась, продлилась наша фара. Но мы это изменим. Мы ее, естественно, уберем. И нам еще надо сделать лобовое стекло, как вы видите. У нас его нет. Еще нам нужно будет сделать, конечно же, колеса. Ну и там еще что-то по желанию. Давайте теперь рассмотрим, как нам сделать окно. Понятное дело, что мы можем просто взять и нарисовать его при помощи инструмента перо. То есть вы понимаете, да, что мы его просто можем обрисовать частично и там выбрать какую там часть. Сейчас я секундочку скопирую. Можем взять просто отсюда цвет. У нас будет очень похожая часть на окно. То есть можно сделать очень по-простому. Но у вас там не обязательно будет все идеально по расстояниям. Это один из вариантов. Второй вариант. Вы можете взять и нарисовать прямоугольник. Ну, понятно, что вам его потом придется подтянуть под вот эти размеры. И также при помощи эффектов пойти в изометрию. Только вам теперь придется сделать right. Сделать какую-нибудь ширину в один пиксель. И вы можете его еще наклонять. То есть вот вы можете сделать наклон под себя определенный. По, я не знаю, какая-то ось будет. По оси X, да. То есть вы можете взять и перетащить потом его сюда. Но видите, мне нужно немножечко уменьшить. Поэтому я уменьшу сам прямоугольник. И у меня все, естественно, за ним уменьшится. Это второй вариант. То есть мы можем взять части этого прямоугольника, видите. Их потянуть чуть-чуть дальше. И тогда у нас, естественно, увеличится наше окно. Вы можете выбрать, какой вам будет удобен вариант. Понятное дело, что так, наверное, слишком сложно делать изначально. Но это немного интереснее. И просто у вас начнут сразу мозги работать в каком-то псевдо 3D формате. Поэтому давайте оставим такое окно. И пойдем дальше. Теперь нам нужно сделать колеса. Колеса на самом деле у нас будут делаться из эллипса. Эллипса. Давайте создадим эллипс. Еще один эллипс, который у нас будет отвечать там за покрышку, получается. Выберем разный цвета. Выбираем серый цвет. Выбираем серый цвет у покрышки. Светло-серый. Убираем обводку. У самой шины, естественно, берем темный цвет, там ближе к черному. Можно самый черный просто для обводки сделать, для ощущения 3D-шности. Еще больший. Можете также добавить несколько кругов. Скопировать один. Ставить его на то же самое место. Копируем Ctrl-C. Вставляем в то же самое место при помощи Ctrl-F. Убираем заливку и ставим обводку чуть-чуть посветлее. Можно, да, ее сделать чуть посветлее. Делаем ее потоньше, естественно. И выбираем в стиле обводки, там, какую-нибудь с одной стороны. Такой толщины обводку. Потом уменьшаем еще. Ставим ее с другой стороны. Так. Должно получиться. Окей. Можно повернуть. Да, только в другую сторону поворачиваем. При помощи зажатого шифта у нас будет на 45 градусов поворачиваться наша обводка. То есть так можно повторять несколько раз. Сколько вам будет угодно. После чего опять же группируем все эти эллипсы. И так же идем в эффект и применяем. Нужно только перейти на изометричный слева и добавить ширины чуть-чуть побольше. Допустим там. Пускай это будет те же самые 20. После того, как у нас есть одна шина, одно колесо, мы его, естественно, ставим под машину. Я бы его сделал чуть-чуть поменьше. В принципе, бы уменьшил. Как вы видите, есть небольшое ощущение того, что колесо повернуто. Поэтому давайте его немного развернем. Возьмем отображение, покажем. И повернем его по оси. По-моему, это Y-кось. Да, по оси сделаем 30 градусов. Ну, либо там даже 26 давайте сделаем. Отлично. Останется скопировать это колесо при помощи Ctrl-C, Ctrl-F. Вставить его туда же и поместить его тоже где-то возле машины. Нам останется сделать только решетку радиатора и две фары. Также предлагаю нарисовать один прямоугольник для фары. Сделать ее желтого цвета. Ну, или давайте там сделаем бело-желтого, потому что у нас уже желтый поворотничек. Давайте сделаем светло-желтого цвета. Также перейдем на эффект. Сделаем его в изометрии. Отлично, у нас должен быть справа, как я помню, да. Отлично, делаем справа. Ставим толщину в один, наклоняем по градусам. Вообще, можно сделать толщину даже ноль, чтобы она вообще была нифига не выпуклой. Но вот я когда в LEGO играл, в LEGO-машинке, насколько я помню, еще в детстве, там они были немного выпуклые фары, потому что, типа, это LEGO, и у них там все равно минимальная толщина какая-то есть, было как-то интереснее даже немного. Отлично. Нужно будет только чуть-чуть увеличить. И еще. Ну, понятно, что подгонкой можно заниматься сколько угодно, на самом деле. Это тоже очень интересное дело, я бы сказал. Я бы еще бы, опять же, немножечко повернул. Вот как-то так, наверное, я бы повернул. Отлично, да, вот давайте. Ну, нет, не отлично. Но, тем не менее, это будет близко, потому что вот эту все равно часть мы всю закрасим. Давайте введем все-таки на обычный. Левый. Так, нет, правую часть в изометрии. И повернем ее немножко. Все-таки так мне больше всего понравится. Увеличим. Теперь перескопируем эту часть, эту фару. Перенесем ее на правую часть машины. И нам останется сделать решетку радиатора. Решетку радиатора мы сделаем таким же способом. Возьмем прямоугольник. Причем мы можем взять, скопировать эту же самую фару. Пока что отключить у нее 3D-шный слой. 3D-шный этот appearance. Давайте вообще его удалим, кстати. И знаете, как сделать? Когда мы выбираем инструмент пипетка, мы можем скопировать эффект. Видите? Это нам нужно будет для того, чтобы сначала сгруппировать, а теперь скопировать этот эффект. И опять же, мы сделаем так же, как до этого делали с машиной. То есть мы сделаем прямоугольник пошире, зададим ему темный цвет. отлично. А у меня группа в группе. Отлично. Надо перейти в прямоугольник. Вот ему зададим цвет. Возможно, чуть посветлее. И теперь нам еще нужно сделать один небольшой прямоугольник для того, чтобы его повторить, как решеточка идет. Вот смотрите, у нас есть высота. И иллюстратор обладает функцией математики простейшей. То есть если мы сейчас разделим на 10, то у нас, видите, высота будет 1 десятая. Но из-за того, что у него сохранение пропорций остается, хотя его по факту нету, но это какой-то глюк иллюстратора, то он только что у меня по пропорциям еще порезал. Вот я теперь разделил на 20, мне больше такая высота нравится. И давайте сделаем ее чуть-чуть потемнее. У нас есть высота наша 0,825 пикселя. Возьмем ее и при помощи эффекта мы уже с вами так делали до этого, трансформации. Давайте создадим несколько копий. По вертикали, получается, будем смещать на эту высоту, умноженную на 2, чтобы у нас был пробел. Все, теперь сделаем несколько копий. Применим этот результат. Теперь, когда мы уйдем из этой группы всей и добавим ей эффект, то у нас получится наша решетка. Не добавим, включим эффект. Вот, а только решетка получилась чуть маленькой. Нам нужно ее увеличить. Опять же, если перейдем в Ctrl-Y, то мы увидим наши направляющие, наши точки, и при помощи инструмента прямое выделение, это инструмент A, мы можем их все три выбрать, перейти обратно в нормальный вид, и при помощи зажатого шифта можем их дотянуть до необходимого нам расстояния. При помощи V Selection Tool уже мы можем развыделить их и теперь поработать с этой группой, перенести ее на расстояние, которое нам нужно. Вуаля! У нас получилась машина как раз в изометрии. Если мы ее сгруппируем, то теперь ее все можно таскать полностью. Сгруппируем при помощи Ctrl-G. Понятное дело, то что я не нарисовал прямые линии на крыше, которые, в принципе, рисуются за секунду, и не добавил картинку рыбы. Я ее, если честно, отсюда возьму. Что рыбу мне сейчас точно не хочется рисовать и текст тоже не хотел бы рисовать. И опять же зайду в группу машины самой, где у нас есть в слоях, да, надо ориентироваться, смотреть. Она опять же здесь находится. Видите, как забавно получается. Когда другие части машины не отображаются. Да, зайду в группу. при отключенном эффекте. И уже добавлю сюда рыбку. Да, теперь обратно включу эффект, и у нас будет дизометричная надпись, которая сразу же применится, и нам не нужно ничего будет по гридам вычислять, выделять. Понятно, что можно теперь настраивать цвета сколько угодно, смотреть и так далее. можно перекрасить там всю машину, но это основа того, как сделать изометричную машину. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. А так, лайкайте, подписывайтесь, обсуждайте. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем спасибо, всем пока.